Друзья, привет! Сегодня мы пишем первый раз интервью с самым настоящим миллиардером. Человек, который был десятым в Форбсе 2010 или 2009 года. Почему вы Гонтареву шатали? Ну, она грабитель. Вот что вам тяжелее было? Терять деньги или терять людей? Ну, конечно, терять людей. Вы стали политиком. Это поневоле. Какой самый тяжелый урок, который вам преподнесла жизнь? Не доверяю партнерам. Жмите на кнопку, подписывайтесь. Какие считаете вы сейчас качества для молодых людей являются обязательными скиллсами для развития? Амбиции, знания и постоянное обучение. Я имею в виду хард-скиллс, такие там, английский, может, здоровый язык. Вот как вы считаете? Ну, в определении, сегодня иностранный язык, это не является какой-то... Кипиарем каким-то. Да. Если раньше не было, что никто не говорил на английском языке. Я учил немецкий язык, у меня был немецкий. Но все иностранные языки были мертвые, потому что ими никто не пользовался. Абсолютно информационное пространство было закрыто. Никто никуда не выезжал. И этот твой язык был только для тебя. И он умирал даже... У тебя есть ли более хорошее знание. Да, и он умирал, потому что если ты им не пользуешься, то, естественно, ты его забываешь. Все-таки сейчас, 25 лет, большой город, есть образование, масса возможностей, интернет, доступ к информации. Вот как бы вы сейчас делали свою карьеру? Смотри, все в основном базируется или на глубоких знаниях, большой веры и цели, или на случай, да, на удаче. Понятно, что многим в жизни повезло, честно говоря. Но без колоссальных амбиций, которые подкреплены, конечно, не только верой и самоотдачей, но, безусловно, знаниями, особенно если говорить о бизнесе, да, и даже о реальном производстве. У тебя должна быть интуиция, ты должен брать на себя ответственность и принимать решения. Самое страшное, когда ты не принимаешь решения. У тебя должно быть видение стратегическое. Сергей Алексеевич, а в чем вы видите разницу между чистолюбием и амбициями? Амбиции – это когда ты хочешь достичь результата не только для себя, а в целом. А чистолюбие разве нет? Не, чистолюбие – это больше про себя. Это только в отношении себя. А есть ли негативное… Поэтому называется чистолюбие, что любишь больше себя. А амбиции – это все-таки другое. Амбиции – это более созидательная форма движения вперед человека. А какие-то негативные стороны амбиции вы можете? Нет, в амбициях… Ну, может быть, позиционирование себя выше других. Это же тоже амбиции. Ну, эти амбиции редко тогда реализовываются. Я считаю, что амбиции, во-первых, должны быть правильные. Я не беру другую форму амбиций. То есть их просто не существует. Для меня они не существуют. Человек сам, как правило, может достичь большого результата больше в индивидуальных видах спорта или в индивидуальном бизнесе. А для того, чтобы достичь результатов в большом коллективе, понятно, нужно еще и иметь способность формирования команды. Поэтому без команды человек редко достигнет того, в том числе и я бы никогда этого не достиг. Как у Высоцкого. Одинокий волк – это круто, но это так, сынок, тяжело. Это тяжело. Ты владеешь миром как будто, а на самом деле… Да. Вы сказали, что если бы президент хотел полгода, можно было бы разрешить ситуацию. Правильно ли я понимаю, что судьба в Украине в следующем президенте, в руках следующего президента? А перезагрузки новой власти? Да. Перезагрузка новой власти? С этим президентом ничего мы не получим. Это так, замораживающий конфликт. Дальше, во-первых, ему уже на Западе не доверяют, видят о том, что погрязь коррупции полностью, все под ним. И поэтому какие-либо изменения могут быть только с перезагрузкой. Перезагрузка какая? Перезагрузка может быть парламентская, это было бы самое лучшее. Перезагрузка формирования нового большинства, при котором у президента на самом деле не так много полномочий. Это он их придумал, это он их захватил. А на самом деле парламент главный, и можно влиять на президента очень сильно. Конечно, желательно перезагрузка первая президента, а вторая парламента. Но даже если будет перезагрузка парламента, и выработает парламент новые правила, то сейчас политической силы президента доверия практически нет. Перезагрузка парламента означает, что у него влияния парламенту не будет. А без влияния парламента он хромая утка. А дальше хромая утка, а дальше начинать через НАБУ, через все очищения новых силовых ведомств, дальше обличить президента и реально довести о том, что все схемы в этой стране находятся под ним. Ну, есть там часть, условно говоря, другое крыло, но 90% это все ответственность ему. А не считаете, что Украину вот 90-х просрали красные директора? Ну, это же была 10-я экономика в мире. Да, 10-я экономика по потенциалу. На момент развала, да? Понимаешь, вопрос красных директора, это была огромная проблема. Да, действительно, большого влияния красных директоров. С другой стороны, не было никакой стратегии, как в Китае. Как Китай плавно вышел из ситуации, там, скажем так, коммунистической. Коммунистической. То же самое было у нас. Проблема была... Ну, они вышли, а мы зависли на 20 лет. Нужно было сделать то, что сделал Запад. Вот я участвовал в приватизации и венгерского завода, это главный завод 90% металлургии, и польского завода. Они пригласили западные компании, пресс-фотерхаус сделал и сформировали, поставили цели государства. Что нам важно? Получить сейчас там 100 миллионов или заработать миллиард в течение 20 лет. Его стратегия являлась основным, а не просто продать как можно дороже. Михаил, это особая история Украины, потому что, да, ему часть удалось в Грузии, не удалось все, и это ему вина, что не удалось. И там очень много... С точки зрения бытовой коррупции у него получилось, а с точки зрения государственной коррупции, политической коррупции там все так и осталось. Более того, мы знаем, как набили бизнес, как забирали, как в тюрьмах очень много издевались над бизнесменами, отбирая бизнес. Не знал об этом Михо? Знал, естественно. Если его оттуда потом снесли, но люди же тоже не дураки, тогда что-то не так. А потом, дальше мне интересная история такая, когда Миша гордится тем, что очень многое изменило, в том числе создал эффективную, независимую судебную систему. А я спрашиваю окружение, если она эффективна, независимая, и открыли уголовное дело, так что здесь? Плохой Миша, и реально против него открыли криминальное дело, или плохая судебная система? Что-то ж одно из двух так же не бывает. Поэтому там, к сожалению, экономической модели там не было. А вы за кого голосовали в последние выборы? Я в последние выборы за Тимошенко. А предпоследняя тоже за Тимошенко? Да, я понимал, что она в отношении к тем является прогосударственнее, чем Порошенко, чем Янукович, и чем Ющенко. Ну, за Ющенко голосовал, конечно. У меня такой вопрос к жителю Донбасса. Как закончить это говно, которое происходит? К сожалению, понимаешь, то, что случилось, это не сила России. Это слабость Украины. Чтобы закончить войну, нужно работать по компонентам и внешним, и внутренним. Понятно, что без Америки ситуацию мы не перезагрузим. Но сегодня ведь нет активной работы со стороны руководства. Скажем так, при желании президент мог бы максимум за полгода эту ситуацию переломить. Какой самый тяжелый урок, который вам преподнесла жизнь? Жизнь – это не доверяй партнерам. Урок. Это урок. Это урок. Не доверяй. Только на своем восприятии. Нет, если ты прожил жизнь, если понимаешь, что человек разделяет духовные ценности, тогда да. А ведь самое страшное испытание это медные трубы. Все остальное горе можно пройти. И многие проходят горе. А вот разделить радость, успеха партнера, разделить справедливо первый миллион или доли в компании, это становится тяжелейшим испытанием. У вас феноменально, блестящая репутация. У меня совершенно случайно с вами оказались общие друзья в международных финансовых институтах. Они просто писают парам, когда слышат фамилия Тарута, они вам верят просто на ну не знаю, на 157%. Ну потому что мне приятно было, когда мне EFC дало больше, чем всей стране. 700 миллионов 20-ти сервины кредита. 2% длинные деньги, 7-летние. Но это мечтать может каждая компания. И это только благодаря репутации, стратегии, команде и естественно правильной стратегии и реализации стратегии. Но сочетание этих качеств позволяли не иметь 3 миллиарда кредитную линию долларов. Это западные банки. А там не должна быть абсолютно чистая репутация, что касается EFC. Другие банки не так, а что касается EFC и Берди, то там конечно же, но самая строгая институция это Международная финансовая корпорация, Мировой банк. Там если ты имел какие-то связи с политикой, с криминальным миром или использовал админресурс, все, забудь за деньги. А почему вас сменили? Почему вы ушли? Почему вы перестали быть донецким губернатором? Ну так я изначально, когда была предварительная компания, я говорил о том, что Порошенко это беда, это плохой был президент, он никогда не был бизнесменом, он всегда занимался политическим бартером, и поэтому он не был бизнесменом, он всегда обогащался за счет политики, как он может измениться в новой ипостаси. То есть это просто новые возможности, это большее разрушение страны. Поэтому я прекрасно понимал, вопрос другой, что туда никто не хотел идти на войну. А там когда уже успокоилось, там появились желающие, а вот мы там заработаем, а я говорю, ребята, в свой карман, я огромные деньги инвестировал, для того, чтобы очень многое... Датировал, инвестировал. Ну датировал, да, очень многое. Это еще старая терминология. Я огромные деньги отдавал, для того, чтобы и команду держать, помогать формированию очень многому. То есть огромные затраты были. Это сотни тысяч и не гриви. Для того, чтобы тогда это нужно отдавать. Если ты хочешь уже отдавать сегодня, а получать это, ты тогда становишься как все. И в чем тогда твоя миссия? Почему вы Гонтареву шатали? Ну она грабитель и она разрушитель. Зверь с такими зубами. Ну это страшнее, потому что не может страна развиваться без банковской системы. Без кредитов ничего не живет. То, что они сделали, они просто зачистили. При этом грабя миллиарды долларов. Поэтому это была принципиальная позиция. В чем больше всего сожалеете в жизни? Сожалею об уничтожении страны. Это самая большая боль. Чтобы просто чувствовать себя частью этого. Частью, ответственности. Нахожусь в этом процессе. Ночью не могу засыпать, потому что понимаю. Знаешь как? Знание множит печали. Когда понимаешь, что будет через год, через два, через три, если мы ничего не изменим, то тебе становится очень-очень обидно, страшно. Не за себя, а за страну, за людей, которые сегодня выживают. Я вам очень благодарен за потрясающе интересное интервью. Я надеюсь, что... Это после полтинника, мы же практически полтинник проехали. Мы будем кататься на велосипеде вместе, хотя бы по выходным и когда-нибудь сходим в горы. Отлично. До свидания. Продолжение следует...